Здравствуйте! В эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. И еще одна золотая медаль. Югорский борец Заурбек Седаков стал чемпионом Олимпиады в Токио. Глобальная перестройка. В Нижневартовске появится многоуровневая набережная. Новая система в Сургуте пересмотрит загруженность автобусных маршрутов. Обо всем подробнее прямо сейчас. С золотом в Югуру прилетит еще один вартовчанин. Сегодня Заурбек Седаков выиграл турнир по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов. Югорский спортсмен провел на Олимпиаде 4 схватки. В каждой одержал уверенные победы. В полуфинале вообще расправился с соперником со счетом 11-0. В решающем поединке ему противостоял борец из Белоруссии Магомед Хабиб Кадимагомедов. В первом периоде наш спортсмен сумел провести одну результативную атаку и ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете 1-0. Во втором вновь сумел показать класс и значительно увеличил отрыв по очкам. В итоге поединка судейская бригада зафиксировала 7-0 в пользу югорчанина. Отмечу, это уже третье золото у югорских спортсменов на этих Олимпийских играх. Все медали наивысшие пробы завоевали вартовчане. У олимпийского чемпиона Максима Харамцова медики обнаружили три перелома. Кисти. Эту информацию нашему журналисту сообщил менеджер спортсмена. Лечение тхэквандист будет проходить в Сургуте. Он приехал сюда для более тщательного обследования. Травму руки вартовчанин получил во время первого боя в Токио. Как пояснил сам Максим, возможно, случился рецидив. Руку он ломал на чемпионате мира в мае. Для облегчения боли использовал тейп и холод. Накануне спортсмен прошел магнитную томографию. Все данные специалисты направили в Москву. После того, как их изучат столичные медики, будет принято совместное решение по дальнейшему лечению. Очень важно посмотреть связочный аппарат. Нет ли там повреждения. Потому что при повреждении связочного аппарата может быть локация костей. И это может влезти к асоптическому некрозу кости. То есть к нарушениям функции этой кости. Трехтисловый магнитаризационный томограф очень хорош для визуализации мелких структур. Это практически анатомическая точность. Очень хорошо видно структуру гиалинового хряща и связочного аппарата, в том числе и капсулы. Я думаю, врачи мне помогут залечить ее. Сейчас тем более время есть. Олимпийские игры прошли. Ближайший старт в декабре. И учитывая, что я выиграл Олимпийские игры, я могу его пропустить, если это понадобится, чтобы вылечить руку. Коэффициент распространения коронавируса в Югре продолжает снижаться. Если в начале недели этот показатель на 0,03 превышал единицу, сегодня, как сообщает региональный оперштаб, он равен 0,95. За сутки ковид победили еще 217 угорчан. При этом в округе зарегистрировали 184 новых случаев. Заболевшие есть в 20 муниципалитетах. Больше всего ковид положительных в Сургуте 45. На второй строчке антирейтинга Нижневартовск здесь заразились еще 25 человек. Замыкает тройку Ханты-Мансийск. В окружной столице 15 заболевших. На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 14 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков находятся свыше 13 тысяч человек. Состояние 140. Пациентов врачи оценивают как тяжелое. 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Нефтьюганской больнице занялись углубленной диспансеризацией переболевших коронавирусом. Процедура доступна для жителей, если с момента их выздоровления прошло два месяца. Врачи оценят последствия воздействия вируса на организм. Углубленная диспансеризация предполагает два этапа. Для начала 7 исследований. Среди них анализы крови, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки. Все это помогает выявить признаки тромбообразования. В случае необходимости терапевт направит пациента на второй этап обследования. Пациентам сделают эхокардиографию, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у обратившихся выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то направят на дальнейшее лечение. А в Мегионе решили заняться профилактикой эмоционального выгорания на работе. В поле зрения врачей местные психоневрологические больницы попали сотрудники полиции. Ведь в процессе службы они получают колоссальный стресс, что может привести к душевной и физической усталости, утрате веры в свои силы. Полицейские ежедневно взаимодействуют с нарушителями. И при отсутствии достаточной психологической устойчивости это может отрицательно повлиять на их личность, привести к профессиональной деформации. Поэтому врачи провели занятия с личным составом городского ОМВД. Рекомендовали анализировать причины эмоционального выгорания, уменьшать количество контактов с людьми, повышать профессиональную компетентность или просто отправиться в отпуск. Также психологам полиции рекомендовано обучать сотрудников приемом снятия эмоционального напряжения, создавать атмосферу поддержки в коллективе. Шесть муниципалитетов признаны лучшими в Югре. Их отметили за эффективную деятельность органов местного самоуправления. В округе подвели итоги ежегодного мониторинга. И теперь гранты за достижение наилучших показателей в 2020 году получают Югор, Белоярский, Нижневартовский, Сургутский районы, города Урай, Ханты-Мансийск, Покачи. Оценка работы производилась по 41 показателю. В частности, был организован мониторинг состояния жилищного фонда, охраны прав граждан и инвестиционной политики. В Югре самая высокая политическая конкуренция будет на муниципальных выборах. О промежуточных итогах регистрации кандидатов рассказали сегодня в окружной избирательной комиссии. В общей сложности на предстоящие сентябрьские выборы на муниципальном уровне выдвинулось 1173 кандидата. «Единая Россия» поборется за все 290 мандатов. ЛДПР 194, КПРФ 155. «Справедливая Россия» за правду выдвинуло 75 человек. Еще 18 кандидатов от партии «Новые люди», 6 от партии «За справедливость», 3 от партии «Пенсионеров» за «Социальную справедливость» и российской партии «Свобода и справедливости». А также по одному от «Яблока» и «Зеленой альтернативы». Отмечу, что эти выборы отличаются большим количеством самовыдвиженцев. Их 427. Политическая борьба на уровне муниципалитета у нас традиционно самое активное и наибольшее количество кандидатов именно на этих выборах. Процесс регистрации кандидатов у нас продолжается. Сауизбиратель комиссии 10 дней после завершения срока представления документов истекает 13 августа. После этого срока мы уже будем знать окончательный список зарегистрированных кандидатов по всем уровням выборов. Теперь другие темы, которые жители округа активно обсуждают в интернете. Югра вошла в топ-10 зеленого рейтинга «Гринпис». Организация считает, что именно региональные инициативы сыграют важнейшую роль в переходе России на зеленое развитие. Эксперты оценили три десятка территорий. Так, Югра разделила девятую строчку таблицы с республикой Коми, Приморским краем, Курской, Саратовской и Свердловской областями. Помимо рейтинга, «Гринпис» составил интерактивную карту. С ее помощью можно дать оценку ситуации в масштабах государства и узнать, какие регионы являются лидерами. Отмечу, рейтинг был составлен в целях популяризации перехода на низкоуглеродное развитие. В регионе объявили конкурс на предоставление грантовой поддержки малому и среднему социальному предпринимательству. До 1 сентября югорчане могут подать документы в окружной департамент экономического развития. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте ведомства. Отмечу, максимальный размер гранта не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя. На фасадах сургутских многоэтажек художники изобразят карту древнего городища. Часть зданий планируют расписать уже в этом году. Иллюстрации появятся на домах по улице Ленина 49, 51, 53 и 55. Новые арт-объекты создадут в рамках проекта, который предложили инициативные сургутяне. Жители города поддержали активистов голосованием в программе «Бюджет Сургута онлайн». Управляющие компании, в свою очередь, пообещали восстанавливать картины на домах в случае повреждения их во время ремонтных работ. В Нижневартовске продолжается реконструкция набережной Абим. Глобальную перестройку, которая должна полностью преобразить пространство, ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы рассчитаны на несколько лет. Сейчас реализуется начальный этап. Он стартовал еще в прошлом году с самого неблагоустроенного участка, который примыкает к старой части города. Стоимость первой пусковой очереди 650 миллионов рублей. Средства поступают из трех бюджетов, из бюджетов трех уровней. Также в проекте участвуют нефтянники. Как сейчас идут работы, узнал Алексей Шабанов. Набережную Аби плотно заволокло смогом и следами недавнего паводка. И пока нижнюю террасу очищают от грязи и ила, наверху идет планомерная работа. По ее итогам река должна обрести новое обрамление. Раньше речь шла о берегоукреплении. Теперь же здесь развернулось настоящее строительство. Весь немалый фронт работ разделен на три этапа. Мы уже выполняем по первому контракту работы по благоустройству непосредственно отделочные работы. Значит, в ближайшее время будем заниматься асфальтированием стоянки мангальной зоны. И постепенно уже по третьему этапу в направлении улицы Чапаева выполнять отделочные работы. Когда они закончатся, должна получиться современная многоуровневая набережная. С прогулочной зоной, велодорожками, смотровыми площадками и экспозиционными пространствами. Самая сложная очередь первая. Здесь берег Аби был облагорожен хуже всего. У нас общая стоимость проекта составляет на текущий момент порядка 650 миллионов. То есть нефтяники, они практически 40% финансируются за счет в рамках заключенных соглашений. Остальная часть получается это федеральные окружные городские средства. В глобальном проекте первому этапу дали символичное название начала. А есть еще романтика, эпоха и современность. Как важные вехи истории столицы Самотлора они пройдут через всю набережную. Участок набережной Аби до улицы Чапаева, а он протяженностью около 3 километров, должны завершить к 2024 году. А в перспективе благоустроить и всю набережную. Проект уже есть, на бумаге он выглядит очень красиво. Осталось его только профинансировать и завершить. Алексей Шабанов, Сергей Зайкин, телерадиокомпания Югра, Нижневартовск. В Сургуте запустят новую систему общественного транспорта. Соглашение о сотрудничестве накануне в Сколково подписал глава Сургута Андрей Филатов с компанией ВебРФ. Так, уже в феврале в Сургуте пересмотрят все маршруты, чтобы оценить загруженность каждого. Те, которые пользуются наименьшим спросом, будут ликвидированы в пользу направлений, где откровенно не хватает автобусов в часы пик. Кроме этого, модернизируют и автопарк. Планируют закупить новые автобусы, более комфортные и теплые, с информационными табло и встроенной системой электронной оплаты за проезд. Обновят помимо этого и автобусные остановки. Доработать еще в мэрии Сургута обещают и приложения по отслеживанию транспорта в режиме реального времени. Ожидается, что после такой масштабной реформы в городе появится единый транспортный перевозчик. В течение четырех месяцев мы со специалистами СВЭР работали в этом направлении. Многое проанализировано. В ближайшее время город заключит контракт на исследование транспортной сетки. Курировать процесс комплексного обновления маршрутной сетки будет проектный офис ВЭБ-РФ по развитию общественного транспорта. Группа компаний уже провела реновацию пассажирских перевозок в 50 городах России. Все предложения, составленные экспертами, стоит добавить, будут согласованы с жителями города. Проекты комплексного развития общественного транспорта это очень-очень сложная вещь. Это так кажется, что, ну что это, ну ездят автобусы по улицам и все. На самом деле же, как я уже сказал, это вершина айсберга. На самом деле там очень-очень сложная работа и управленческая, и финансовая, и политическая в том числе. В Хантамансийский под колеса автомобиля попал двухлетний ребенок. По предварительной информации, водитель Тойоты не убедился в безопасности движения задним ходом и наехал на несовершеннолетнего пешехода. Отмечу, ДТП произошло вблизи детской площадки. Мальчик получил травмы. И это единственная авария, которую югорские полицейские зарегистрировали за сутки. Не обошлось без штрафов. Госавтоинспекторы задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Пятерых за отказ от медицинского освидетельствования. Еще двое сели за руль под градусом не в первый раз. 82 человека нарушили правила разметки. 34 пренебрегли требованиями к перевозке детей. Рыбалка закончилась воровством. Житель Лентора не смог подавить соблазн и похитил кабель с месторождения. Причем не просто взял, вырезал 320 метров. Идея эта пришла в голову, когда он возвращался с рыбалки мимо кустовой площадки. Похищенный югорчанин потом продал, выручив за это 16 тысяч рублей. На поверку эта кража обошлась нефтегазовой компанией. Дороже. Ущерб оценили 103 тысячи. Сейчас задержанный находится дома на подписке о невыезде. Ему грозит два года тюрьмы. Сообщение о минировании в Нижневартовске оказалось ложным. Как сообщает портал Югра Ньюс, информация о заложенных взрывчатках в четырех торговых центрах и детских садах поступила накануне. Полицейские и кинологи обследовали все точки. Ничего подозрительного не обнаружили. Организации уже вернулись к работе. Тем не менее, за подобные шутки грозит тюремный срок. В России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф увеличился до 700 тысяч рублей, а срок решения свободы до пяти лет. В Хантамансийске пройдет большая стажировка. На нее со всей стороны приедут специалисты предприятий водоснабжения. Причем они будут не только учиться тарифному регулированию и новым правилам подключения к сетям. Смогут побывать на производстве и там оценить эффективность интересных решений и нововведений. Таким местом станет городской водоканал. Его сотрудники расскажут о работе самых разных цехов. От транспортного до цеха канализационной станции. А также функционали водозабора и службы автоматизации. Встреча запланирована во второй половине сентября. Педагоги Егорских колледжей получат выплату за кураторство. Окружное правительство одобрило изменения в госпрограмме по развитию образования. Ежемесячное вознаграждение устанавливается с 1 сентября и составит 5000 рублей. Выплату будут получать более 800 педагогов, в том числе и те, кто работает в образовательных организациях спорта и культуры. Важно, что аналогичную ежемесячную надбавку к зарплате продолжат получать около 10 тысяч школьных классных руководителей. В нескольких районах Югры наблюдается легкая дымка и чувствуется запах гари. Как сообщает окружное управление МЧС, смог пришел в округ с Якутии. Опасности для югорчан нет. За обстановкой в регионе с воздуха следят специалисты базы авиационной и наземной охраны. Они зафиксировали один пожар в лесах Белиярского района. Причиной возгорания стали грозовые разряды. На месте работают огнеборцы. Напомню, с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировано 266 лесных пожаров. В ближайшее время запланирована отправка еще 30 югорских специалистов на помощь коллегам из Якутии, где режим чрезвычайной ситуации введен с 23 июня. В Сургуте решают вопрос с животными из реформированного, расформированного приюта Берегиня. 140 собак могут оказаться на улице. Руководство организации не спешит покидать муниципальную землю и передавать псов другим волонтерам на содержание. Даже имея на руках предписание суда. Ситуацией разбиралась Ольга Придоха. Покосившийся забор, сломанные будки и сорвавшиеся с цепи собаки. Это все, что осталось от приюта Берегиня. Его закрыли по решению суда еще в начале лета. Говорят, были многочисленные предписания. От ветеринарной службы на антисанитарею, состояние здоровья собак и условия содержания. Впрочем, кроме статуса, приют лишился еще и муниципальной земли, которую когда-то ему выделили в аренду. В связи с тем, что общественно-региональная организация Берегиня прекратила свою деятельность 07.06.2021 года, в настоящее время администрации города Сургута прорабатывается вопрос об освобождении данного земельного участка и дальнейшей судьбе порядка 140 собак. Большая часть четвероногих – это собственные собаки бывшего учредителя приюта. Юридически передать в любой другой их, как в землю, например, невозможно. Понимая это, представители Берегини не спешат покидать насиженного места. Если есть собственник, то забрать собаку мы не имеем права. Это должен собственник самостоятельно написать отказ от собаки и передать ее в приют. Даже если она гуляет по улице? Даже если она гуляет по улице, да, человек, если подтверждает, что он является владельцем, забрать мы ее не можем. Если собаки будут выпущены на улицу, то это, конечно, будет катастрофой, потому что это очень большое количество собак. И, во всяком случае, в той локации, где они находятся, это будет катастрофой. Константин Давлетов уже не первый год занимается вопросами бездомных животных. В его приюте «Дорога домой» сейчас содержится около девяти сотен собак. Чтобы накормить, напоить и проследить за всеми, каждый день с животными работает до трех десятков человек. Берегини уже без оснований на то огородились камерами наблюдения и проволокой, чтобы на развалины приюта к привязанным псам не могли подойти сторонние волонтеры. Висят замки, то есть нас не пускают прям тем прямым текстом. Говорят, вот я девушки-волонтеры, которые туда имели доступ, они заходили. Заехала я просто привезти воды, как-то им физически помочь. Тут же посыпались угрозы. Нечищенные вольеры. Еды нет, воды нет. Я не знаю, сколько раз они их кормят. Говорят, что кормят, но когда мы приходим с едой, собаки буквально накидываются и на еду, и на воду. Приходят к питомцам берегини добровольцы из другой, еще совсем молодой организации – фонда «Верное сердце». С этими псами они знакомы с самого основания берегини. Судьба животных по тому им не безразлична. Человек попросит, ребенок попросит. У ребенка есть родитель. Я помогаю, да. А вот этот не попросит. Они просто закрылись и вот уже копейки, но все равно собирают. К слову, о сборах. Приют действительно имеет свои странички в социальных сетях. О юридическом закрытии там не пишут. Лишь вуалируя это под обтекаемым, в стадии строительства не функционирует. Зато в шапке профиля первыми красуются реквизиты для пожертвований любыми способами. Хорошо, если они действительно идут хотя бы на корма четвероногим. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. В переписи населения будет участвовать почти 700 сургутян. Сейчас в мэрии города только идет набор добровольцев, кто будет задействован во всероссийской переписи населения. Она стартует в октябре нынешнего года. Органы статистики уже готовятся к масштабному событию. Совсем скоро в город придут специальные планшеты с программным обеспечением для записи каждого гражданина. Принять участие в этом, кстати, может каждый и без помощи переписчиков, а через личный кабинет на госуслугах и в многофункциональных центрах любого города. Ожидается, что подсчитать население страны удастся за месяц. Каждый переписчик будет иметь средства защиты самосовой, перчатки, повязки. В принципе, люди могут домой не пускать, можно и в коридоре, учитывая, так скажем, расстояние, которое рекомендовано полтора-два метра. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго.